МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. Это древние египетские фрески. А это часть древней стеллы, найденной на другом материке в Гватемале. Древние рисунки из Индии, Китая, Африки и Северной Европы. Везде заметен один и тот же мотив. Змееподобные божества летают, ходят среди людей и принимают человеческие жертвы. Эти статуэтки датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Так древние шумеры изображали богов, которым они поклонялись. Глиняные изображения не похожи на человека. У них совершенно иные, чем у людей, пропорции. Очень широкие плечи, узкий таз и длинные плетевидные ноги. Но больше всего поразили ученых их головы. Потому что это были головы ящеров. У каждого народа есть мифы о разумных присмыкающихся. У нас в Смеи Горыныч, в Азии дракон. А в Древней Индии это наги. Это огромные змеи, которые живут во дворцах подземного царства. Наги были уникальны тем, что умели превращаться в людей. И сегодня у нас есть основания полагать, что древние мифы и легенды не вымысел предков. А вдруг когда-то на нашей планете действительно существовала раса драконов? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Теория Дарвина опровергнута. Человек – это результат эволюции или эксперимент генной инженерии? Как у человека сто тысяч лет назад появился уже готовый мозг? Как выглядят подземные правители, управляющие нашим сознанием? Они на двух ногах, но лица у них вот именно как у рептилии. Крымская аномалия. Кто строит заводы на километровой глубине и охраняет вход в логово драконов? Вот это то, что я слышал, это просто, понимаете, страшно. ВЗРЫВ Опасный маршрут. Экспедиция программы «Тайны мира» уходит под землю. Проверяем зацепленные камеры. Возможно, есть какие-то ходы. И находит в глубинах Черного моря древний артефакт. Он отпушил какого-то твердого дельфина и сломал дух. Мир под властью рептилий. Каково истинное лицо олигархов, президентов и королей? То, что сейчас называется миром нового порядка, является планом рептилий. Тайны мира. Раса драконов. Неужели только мы, разумные на планете? Есть версия, что нет. И сейчас я говорю не об инопланетянах, которые посетили Землю. По мнению некоторых исследований, задолго до возникновения человека на Земле обитала цивилизация разумных рептилий. Или, как их называют ученые, серпентоидов. Откуда в культуре народов, которые разделены океанами, почти одновременно появляются образы змей и драконов? Вряд ли это простое совпадение. Взглянем на рентген беременной женщины. Плод в чреве матери имеет форму рептилии. Девять месяцев он развивается в теплой водной среде, очень похожей на ту, в которой существуют земноводные. А вот так, рисуя переплетенных змей, древние изображали зарождение жизни. Современные ученые представляют жизнь, как переплетение змееподобных цепочек ДНК. Несколько лет назад русский ученый Анатолий Стегалин пришел к сенсационным выводам. Задолго до нас на планете возникла раса разумных змееподобных существ. У них есть умелый мозг. Они делают все мозгом. То есть им вообще конечности не нужны. Мы знаем таких существ, которые живут без конечностей. Это змеи. Змея по латыни серпента, отсюда и появилось название серпентоид. Биолог Анатолий Стегалин верил в теорию Дарвина, пока не натолкнулся на странный феномен. Никто из ученых до сих пор не объяснил, почему мозг человека вдруг совершил грандиозный скачок в развитии. Как у человека сто тысяч лет назад появился уже готовый мозг. То есть это не является процессом. Он не рос постепенно на протяжении миллионов лет. А вот он появился. И за это время он уже не меняется. Эволюция кончилась. Анатолий Стегалин предполагает, что помочь человеку в его развитии могли змееподобные существа, которые появились на Земле еще 270 миллионов лет назад. И обладали очень высоким интеллектом. По данным исследователей, в наших генах находится 221 ген чужеродного происхождения, которого нет ни у какого другого живого существа на Земле. Мы имеем добавочно 221 чужеродный ген. Не знаю, какого это происхождения. То ли это, одни говорят, рептилоиды, другие еще кто-то. Кем бы ни было, эти чужеродные гены кем-то были осмыслены, в нас внедрены. Эту теорию поддерживает украинский ученый Антон Анфалов. Доцент Симферопольского государственного университета считает, что змееподобные существа живут рядом с нами, в подземных городах, которые они построили на большой глубине. Они залезли туда, и там спокойно продолжают жить остатки вот этих очень древних, могущественных, мудрых рас, которые над нами просто смеются, над поверхностными невежественными жителями, манипулируют нами, как хотят. Они мастера иллюзий, они могут менять форму, представать в человеческом обличии. Тайны мира. Раса драконов. Полуостров Крым. В пятом веке до нашей эры здесь располагались крупные античные центры Херсонес-Таврический и Боспорское царство. Сегодня Крым известен своими курортами и пещерными городами. Однако исследователи этих мест считают, полуостров изучен не до конца. Под ним находится целая сеть загадочных подземных тоннелей, связанных между собой. Ученый Антон Анфалов утверждает, что именно в Крыму генетики-серпентоиды проводили первые эксперименты над людьми. Такая раса существует. Она с незапамятных времен живет в этих подземных комплексах. А мы фактически, как муравьи, как какие-то насекомые, ползаем по шкурке яблок и не знаем, что в этом яблоке внутри находится. Исследователи уверены, в Крыму есть тщательно замаскированный вход в подземную страну серпентоидов. Через него змееподобные существа проходят в наш мир. Но может ли человек проникнуть в логово драконов? Наша экспедиция собирается проверить эту гипотезу. Корреспонденты программы обследуют таинственные пещеры полуострова и горы, в которых люди встречали странных существ. Далее в нашей программе. Кто охраняет систему тоннелей в крымских горах? Сейчас оттуда вылезут какие-то монстры и начнут нас тут жрать. И что они прячут от посторонних глаз? У них стояло несколько аппаратов в виде сигар больших, в виде чечевиц и шаров. Тайные знаки и следы загадочных существ, разбросанные по всему полуострову. Здесь мы можем наблюдать, как вот царапины оставшиеся от когтей. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Крым. Представляете, есть версия, что именно под Крымом, в пещерах, родилась цивилизация змеи-ящеров. Более того, там до сих пор существуют базы так называемых серпентоидов, разумных, змеевидных существ. Горный комплекс Крыма считается заповедной зоной, и производственная деятельность здесь запрещена. Одним из доказательств существования расы драконов исследователи считают странный техногенный шум, который постоянно доносится из глубины крымских гор. Представьте себе для сравнения большой анародный коллайдер. Лаборатория ядерных исследований ЦЕРН в Европе. Вот что-то похожее только на огромной глубине. То, что я слышал, это просто, понимаете, страшно. Вот это... Вот такое вот... И еще немножко шипение. Просто вообще такое впечатление. Лично у меня субъективное было, что сейчас оттуда вылезут какие-то монстры, и начнут нас тут жрать. Исследователи проверили разные версии. Гул ветра в пещерах, подземный водопад. Привлекали ученых, спелеологов, биологов. Все, как один, утверждали, шум явно неприродного происхождения. Ученый показывает нам уникальную карту полуострова. Горные вершины соединяет множество линий. Антон Анфалов уверяет, под полуостровом находится подземный город. А линии на карте – это тоннели. Есть система, есть тоннели, есть обеспечение всего, и сырьевая база, процесс переработки, производство и так далее. То есть все не просто так. И целый технологический цикл. Это целые заводы, комплексы, склады, помещения, оборудование, там инфраструктура, вся вот эта подземная система, мехрана. Еще один необычный факт, на который обратили внимание исследователи. Над горами Крыма часто появляются неопознанные летающие объекты. Первый большой объект пролетел со стороны моря. Объект был в такой чечевицеобразной форме, размером около полукилометра, и где-то около 100 метров высотой. Инженер из Симферополя Виктор Здоров уверяет нас, он лично видел жителей подземного города. Встреча произошла несколько месяцев назад в районе горы Карадак. Они на двух ногах, но лица у них вот именно как у рептилии. Голова как у барана, но рептилия. Вот чешуя, есть гребень идет, чешуя темно-коричневый или черно-коричневый цвет. Рост у них от 80 сантиметров до метр двадцать. Вот гребешок, хвостик такой, ну как обычные вот прям ходящие рептилии. Что произошло с ним дальше, Виктор объяснить не может. Говорит, на время потерял сознание, а когда очнулся, опять увидел вокруг себя змееподобных существ. Но территориально он находился уже в другом месте, похожем на космодром. В них стояло несколько аппаратов в виде сигар больших, в виде чечевиц и шаров. Народу было много тамошнего. Кроме этих серых человечков и маленьких рептилий, вот, среди них были похожие на шимпанзе, существа такие волосатые. Ученый Антон Анфалов доказывает, этот случай контакта человека с рептоидной расой не единичный. Были контакты в Америке, во Флориде, в Небраске. И там видели прямо вот этих вот карликов. У них символ дракон. Буквально вот на одежде у них, как нашивка на комбинезонах. Сами эти карлики маленького роста, вертикально у них зрачки, чешуйчатая кожа в комбинезонах. Но что же заставило расу драконов уйти под землю? И действительно ли под полуостровом Крым располагается их база? Экспедиция программы тайны мира отправляется на поиски доказательств существования таинственной цивилизации, обитающей в Крыму. Мы направляемся на юг полуострова к горе Бойка, где чаще всего слышат странный подземный гул. Дорога проходит среди гор. Этот каньон называют Змеиной балкой. Существует легенда, что в древние времена в этом месте обитал огромный змей, которому раз в полгода жители близлежащих сел приносили жертву самых красивых девушек. На скалах отчетливо видны отверстия правильной геометрической формы. Он видит там дыра в скале. Стопроцентное искусственное образование. Кому понадобилось, вот там вот это дело для чего? Вот это тоже историческая загадка. Большая Крыма. На пути к горе Бойка находится еще одно загадочное место. Качи-Кальон. Древний пещерный город. Здесь было поклонение как богине с чешуйчатыми ногами, к змеям. Если посмотреть на эти скалы, то видно полости, по которым возможно эти существа здесь лазили. Но кто мог возвести целый город в монолитных скалах? Ясно одно, что древним людям высечь подобные помещения в скалах было не под силу. Здесь мы можем наблюдать, как вот царапины, оставшиеся от когтей, потому что дальше мы видим, что стена уже начинает идти более полая, ровная. И также вот эти непонятные дыры между пещерами, которых соединяют, и явно они для обычного человека были бы неудобны для перемещения. Наша экспедиция находит новые доказательства существования здесь древней расы разумных ящеров. Но как связать древние мифы с выводами современных ученых о том, что змееподобные существа и по сей день живут в подземельях Крыма? И как объяснить таинственный шум, исходящий из подземли? Смотрите после рекламы. Как древние монстры вывели элиту современного мира? Императоры были генетическими потомками бога-змеи. Падение в бездну. Где искать логово драконов? Дальше тоннель уходит под воду и куда ведет, неизвестно. Можно разобраться только с оболом. Как пройти в подземный город? Мы нашли секретные коммуникации, которые ведут к заводам змеи-ящеров. Скорее всего, что вентиляция. А вентиляция, что может быть? Это подземные города. Давайте обратимся к популярной сегодня теории английского исследователя Дэвида Айка. Бывший комментатор BBC уверен, то, что сейчас называется миром нового порядка, является планом рептилий. По его версии, они не только хотят создать хаос на земле, но и подчинить себе мировое правительство. Гипотеза, на мой взгляд, совершенно фантастическая. Но ученые находят все больше доказательств в ее пользу. Бывший комментатор BBC считает, что современным миром управляют совсем не президенты, не банкиры и не нефтяные магнаты. Все эти люди только прикрытие, а, возможно, и просто иллюзия, которую внушили всему миру его настоящие хозяева. Дэвид Айк говорит, что на самом деле на земле господствует раса драконов. Мало того, для управления миром они вывели особую породу людей. Гитлер, Черчилль, Сталин, Мао Цзэдун и Хамейни, всех их считает Айк, объединяет одно странное свойство. Если у вас есть способность сопереживать, то у них ее нет. У них полностью отсутствуют эмоции. У рептилоидов нет чувства жалости. Именно отсюда происходит божественная сила правления. В Древнем Китае считалось, что все императоры генетические потомки бога-змеи. Китай, по мнению англичанина, это модель идеального общества, как его представляют рептилии. Культ дракона, стремление к мировому господству, дешевая рабочая сила и тайные связи с финансовой элитой других стран. «Это не рецепт экономического чуда, говорит Айк. Это результат правления змееподобных существ». Китай – основной центр тайного заговора рептилий. Не случайно Рокфеллеры и Ротшильды и другие им подобные имеют тайные связи с Китаем. Китайское общество основано на драконе и развитие символики рептилий в Китае масштабно. В России эту теорию поддерживают многие исследователи. Ученые говорят, что древний разум, создавший динозавров, вполне может контролировать целые регионы планеты. Вот, возьмите практически любую страну, Америку, Англию, Россию, там и так далее, там везде китайские диаспоры. Вот даже недавно великий Ху Цзинь Тао, председатель Госсовета, КНР, прилетал к нам в Крым. То есть у китайцев тоже интересные есть, видимо, виды на Крым и на то, что здесь происходит, они тоже этим интересуются. Что же так заинтересовало китайскую делегацию в Крыму? И что скрывают эти горные вершины? Экспедиция программы Тайны мира продолжает расследование. Это самое пустынное место в Крыму. Как на полуострове, где каждый метр земли на вес золота оказалась огромная незаселенная территория? Историки говорят, здесь не всегда была каменная пустыня. по древним легендам это очень древнее старое место, на котором якобы существовал священный город, спелеологи, редкие туристы и случайно забередшие туда путники очень часто отмечают аномальные явления, происходят скачки во времени. Искать дорогу по местным ориентирам невозможно. Камни, кусты, скалы, все это словно перемещается по долине, исчезает и снова появляется. На плато у путешественника только два надежных друга карта и компас. Не обращая внимания на обманчивые скалы и камни, мы выходим к пещере Крубера. Ученые установили, что подземные ходы здесь тянутся на сотни километров, а сама система пещер до сих пор не изучена. Мы наконец-то достигли той пещеры, которую хотим исследовать. Вот сейчас готовимся к спуску достаточно опасному. Перед нами колодец, глубины которого мы даже не знаем. Предполагается, что отвесная шахта заканчивается где-то в 60 метрах от поверхности. мы ищем вход в подземную страну драконов. И, похоже, экспедиция на верном пути. И тянись! Через час после начала спуска экспедиция достигла дна колодца. Спелеологи взяли с собой самое прочное оборудование. Сейчас никто не уверен, все ли вернутся на поверхность. Павел Петренко не первый год изучает крымские пещеры. В пещере Крубера он побывал в прошлом году и столкнулся со странным явлением. Не гул даже, а ритмичные как барабанные такие удары. Как будто где-то музыка играет, только музыки не слышно, а идут басы. А именно вот такие бу-бу-бу. Ощущение такое, что где-то там внизу, там подо мной под толщей, как говорится, породы происходит вот такая вот как музыка, мелодия, только слышны барабаны. Через два часа напряжения и страха спелеолог спросил у напарника, слышит ли он этот странный шум. Каков же был его ужас, когда он получил ответ. Спросил, и напарник подтвердил, что действительно, он тоже боялся меня спросить, потому что думал, может быть, это у него одного. Оказывается, это как бы было у нас двоих. Ну, как бы мы действительно это прислушивали, это было в полной тишине. До этого я пещер много прошел, на самом деле, и Кавказ, но не было такого. Видимо, мы еще не достигли самой глубокой точки пещеры. Под нами вполне может находиться более обширная и совершенно неизученная система тоннелей. Проверяем затопленные тоннели. Возможно, есть какие-то ходы. Вода доходит нам до колен, а через несколько метров экспедиция идет уже по пояс в подземной реке. Мы были готовы к путешествию под землей, но не под водой. Никто не подозревал, что для поиска входа в подземный город нужно оборудование для дайвинга. Дальше тоннель уходит под воду и куда ведет неизвестно. Можно разобраться только с в воду. Шум подземных городов иногда слышен и на поверхности. Село Аромат находится у подножия горы Бойко. О том, что под горой происходит что-то аномальное, свидетельствуют многочисленные показания очевидцев, которые видели над ней НЛО и слышали странные звуки в ее окрестностях. Я ехал по дороге и какой-то объект непонятный без шума, без света, без ничего, в вечернее время суток, он прям каким-то давлением на меня надавил и ушел в Бойко. И как в Бойко ушел в гору и пропал. Анатолий Хиллов живет прямо у подножия горы Бойко. Бывший циркач-акробат он переехал сюда из Москвы несколько лет назад. Анатолий рассказывает, что как только перебрался в новый дом, он стал слышать глухой подземный гул. Сейчас уже привык, а поначалу было страшно. Конкретно такой короткий гул, остановка, остановка. Когда лежишь, голова на подушке, и вот чувствуешь, что с земли идет. Определить четко, откуда, кроме горы, здесь больше нечем гудеть практически. Вместе с Анатолием Ахилловым экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на гору Бойко. Подъем на вершину занимает несколько часов. Анатолий ведет нас к месту, которое он сам нашел совсем недавно. Анатолий уверен, это отверстие тайная система вентиляции подземной базы змеи-ящеров. Обычные пустоты, которых много под землей, не создают воздушных потоков. Значит, этот канал сообщается с неким помещением, которое нужно проветривать. Кроме того, вентиляционная шахта имеет следы маскировки. Ну, смотри, вот это что-то. Да, вон там пустотность видно. Вон пустотка видная. Видно, что-то все забрасывалось туда. Спрашивается само оно не могло. Значит, заложили. А раз заложили, значит, что-то есть. Скорее всего, что вентиляция. А вентиляция что может быть? Это подземные города. А я говорю, что оно заложено, потому что если бы это было само упало, то это нереально, чтобы камни сами сюда залезали в глубину. То есть, кто-то заложил вот это дело вот этими камушками. Вот, пожалуйста, видишь? Вот, и вот видно туда-сюда. Кому нужна промышленная вентиляция в горах Крыма? В этом районе даже в советское время не было ни военных баз, ни крупных предприятий. Хотя именно в советское время предпринимались первые попытки исследовать феномен горы Бойко. Еще в 30-е годы власти военные, НКВД знали про эти ходы, спецслужбы, все советские, и скрыли этот факт. А возможно, кто-то на них воздействовал психическими методами, чтобы они этот факт скрыли, да, если они выполнили роль марионеток, а кукловоды были где-то, да. Смотрите после рекламы. Что общего у современных манекенщиц и рептилоидов? Они поклонялись мейного богини Деви. Подводная война. Кто убивает черноморских дельфинов и до смерти пугает моряков? У него пасть такая, диаметр метр. Мы нашли древний алтарь со следами человеческих жертвоприношений. Кости пролежали долгие-долгие тысячелетия. в этом месте. Семь тысяч лет назад на территории Крыма жил древний народ Тавры. Они поклонялись мейного богини Деви, приносили ей в жертву пленных мореходов и красивых девушек. Наши корреспонденты нашли в тайной пещере, куда не ступала нога человека тысячи лет, древний алтарь. В древних капищах, расположенных глубоко в горах, тавры поклонялись богине-деве, владычице земли, воды и всего живого. Она изображалась в виде змеевидной ящерицы с женской головой. Означает ли это, что древний народ боготворил одну из представительниц расы драконов? У Тавров противорица богиня-дева, это основная богиня Тавров, но существуют версии, что действительно, она не столько была змеинога, сколько именно здесь был культ поклонения энергиям земли, которые называются путь дракона. Богиня древних Тавров живших на полуострове тысячи лет назад поразительно похожа на странные статуэтки из Месопотамии. Получается, что два никак не связанных этноса обожествляли худых женщин с длинными ногами. Совсем как наша цивилизация сейчас. Экспедиция программы Тайны мира находится в одном из самых загадочных мест Крыма. О таинственной пещере Янисала ходит немало легенд. Несколько лет назад здесь бесследно исчезла группа туристов. Наши проводники Андрей Фамышев и Вячеслав Заботин исследуют Крым в поисках артефактов оставшихся от тавров. Они уверены, в пещере Янисала находилось святилище древнего племени. Чтобы попасть к месту, где когда-то находился алтарь тавров, нужно приложить немало усилий. Расщелина в скалах слишком узкая. От центрального тоннеля идут ответвления, но проникнуть в них невозможно. Все они завалены камнями. Древние умели очень хорошо маскировать входы в свои подземные лабиринты. Легенды говорят даже о том, что можно нажать камень, и стена отходит в сторону. Поэтому вполне возможно, что хоть имеет свое продолжение. Пещера напоминает умело построенный лабиринт. Спиться с пути здесь очень просто. Но наши проводники уверенно ведут нас по основному коридору. Без специального оборудования спускаться туда мы не будем, потому что мы не знаем, куда ведет этот ход. И нас там вполне могут ждать какие-то неожиданности или даже какие-то ловушки. И вот мы в центре каменного зала в глубине пещеры. Наш проводник Андрей Фомышев утверждает, что именно в этом месте располагалось святилище Тавров. Именно здесь они поклонялись своей змееногой богине и приносили ей в жертву людей. Да, действительно, кости. Я в этом не специалист, но видно, что кости пролежали долгие-долгие тысячелетия в этом месте. Кости, найденные на месте алтаря Тавров, мы решили отправить на экспертизу. Могли ли они сохраниться здесь с незапамятных времен или жертвоприношения в этой пещере продолжаются и змееногая богиня где-то рядом. В этом месте, в нижнем зале у алтаря происходит очень странное и удивительное явление, замеченное многим и проверенное, что вот здесь, вот возле этих охранников столобников, если выключить свет и посидеть 15-20 минут в полной темноте и тишине начинают проявляться какие-то непонятные звуки. То ли это какой-то говор, какие-то обрывки разговора на непонятном языке, то ли музыка. Легенды и сказания о разумных змеи-ящерах, обитающих на полуострове Крым, во время нашей экспедиции мы слышим буквально на каждом шагу. Местные жители уверены, что в водах Черного моря, омывающего Крым живет огромное чудовище, похожее на дракона. Океанолог Анатолий Таврический вот уже несколько лет охотится за крымским змеем. Чудовище, кстати, здесь называют блэки из-за цвета чешуи. Наиболее часто встречается вон посолок рыбачья, бывший Туак. там была сцена, когда вышли рыбаки. Тот смоет, что-то плывет. Он смоет, говорит, ну как, ароматная такая голова. И вот среди лодок появляется змей, открыл пасть, и вот все эти 20 человек, которые были в лодках, орали. Они, во-первых, почувствовали все дикий ужас. Все трех человек пришлось везти в больницу, и вводить из шока. Блэйки регулярно нападает на рыбаков. Со страшными следами охоты чудовища местные жители сталкиваются регулярно. Этим летом в районе поселка Коктебель на берег были выброшены десятки мертвых дельфинов. Их туловища были растерзаны. На них остались следы исполинских зубов. на Черном море начался мор дельфинов и массовый выброс на берег. Почему, совершенно непонятно. Характер самих вот этих укусов позволяет предполагать именно воздействие зубов. Блэйки все чаще выбрасывает на берег недоеденную добычу. Зачем морской змей это делает? пугает людей или пытается о чем-то предупредить? Смотрите далее. Доказательство существования подводного монстра. Он отпушил какого-то твердого дельфина и сломал дух. Раса драконов гипотеза или научный факт? Что скажут эксперты? Они принадлежат прачеловеку. Что приготовили рептилии для человечества? Они всегда требовали человеческих жертвоприношений. Океанолог Анатолий Таврический уверен, крымский змей прячется в подводных пещерах. Он сам не раз погружался на дно Черного моря и видел их своими глазами. Исследователь считает, что горные и подводные пещеры связаны между собой. Вместе с Анатолием Таврическим мы отправляемся на поиски следов Блэки. Наша экспедиция совершит погружение у мыса Айя неподалеку от бухты Балаклава. Мы будем ходить вдоль гряды мыса Айя искать на глубине вход в эту пещеру, где выход с пресной воды. Здесь бывает замечание нашего кородавского змея. Анатолий Таврический уверяет, что в окрестностях мыса Айя, мыса Сарыч, а также поселка Рыбачье чаще всего встречают морского змея, поскольку именно в этих местах он охотится. Эти места опасны для аквалангистов. Рифы острые как бритвы края камней и сильный прибой превращают даже короткое погружение в рискованное предприятие. Опустившись до глубины 30 метров, наша экспедиция действительно увидела множество подводных пещер. Пробуем заглянуть в одну из них, но Анатолий Таврический предупреждает, это очень опасно. В прошлом году таким образом здесь погибли двое аквалангистов. Их словно затянуло вглубь пещеры. Тела людей до сих пор не нашли. Наша экспедиция очень внимательно осматривает дно в надежде обнаружить любые следы черноморского морского рептилоида. Сей артефакт форма треугольная, он кушал какого-то твердого дельфина и сломал зуб. Это зуб в лайке. Этот предмет, найденный нами рядом с одной из подводных пещер, действительно напоминает огромный зуб. Мы решили проверить версию Анатолия Таврического. Зубы рептилий похожи на наши. Они имеют такую же форму. Неужели этот зуб, который нашел наш корреспондент, пролежал на дне Черного моря миллионы лет? А может быть, это клык крымского змея? Мы предварительно отдали наши находки на экспертизу и сейчас узнаем, кому на самом деле принадлежат зуб и кости, найденные в одной из пещер. Дмитрий Дмитрий Аксенов этот зуб принадлежат зуб рептилии. Проведенная экспертиза показала, что этот зуб достаточно молодой, ему не более 100 лет. В это трудно поверить, но похоже, что змей Блэки не выдумка мореплавателей. Гигантская змееподобная рептилия неизвестна науке, но это не отменяет факта ее существования. Кости, найденные у алтаря змееногой богини, также прошли экспертизу. Кости очень сильно напоминают человеческие, скорее всего, не есть человеческие, но в их составе очень много сероводорода, они буквально состоят из сероводорода. Скорее всего, они принадлежат прачеловеку. Могли ли древние тавры приносить в жертву людей, или эти кости принадлежат человекообразному обитателю самой пещеры? Возможно, древние рисунки, на которых драконы, рептилии и змеи поедают людей в компании жрецов не фантазии доисторических живописцев, а зарисовки с натуры. Когда если посмотреть, откуда начинается история человеческих жертвоприношений и каннибализма, согласно, например, легендам Зулу, то каннибализм не существовал среди людей, пока не появились эти существа. Кроме того, где бы ни говорилось о боге, рептилии или змее, в древних свидетельствах есть еще одна общая черта. Они всегда требовали человеческих жертвоприношений. Вряд ли для змееподобных существ кровавые жертвоприношения были жизненно необходимы. Скорее всего, поедая людей, они ритуально подчеркивали свое превосходство. Ведь они могут внушить миру любую иллюзию. Рептилоиды, в общем, они эксплуатируют нашу землю, питаются нашей энергией, то есть эмоциями. Вот я думаю, что почему на земле идут многочисленные выбросы отрицательной эмоции, это войны, и так далее. Когда человек выбрасывает массу энергии, они собирают, как мы укур яйца собираем. Авторы гипотезы о мировом заговоре рептилий уверены, люди пока еще не догадываются, кто на самом деле управляет землей. Ведь внешние истинные хозяева планеты никак себя не проявляют. Кроме того, они забирают у нас не нефть и природные ресурсы. Их цель энергия, которую мы не видим и не умеем использовать. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году почти все население планеты будет под особым контролем. Каждому под кожу ведут специальный чип. По этой технологии можно определить местонахождение человека и воздействовать на него. Что это? Меры во благо человечества или опасный эксперимент? И кто будет руководить огромной лабораторией, в которой люди окажутся в роли подопытных мышей? С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. лаборатория. Продолжение следует...